Снег и лед неожиданно растаяли, совершенно неожиданно, и выяснилось, что зачастую именно на них держалось хваленое хабировское благоустройство. Практически одномоментно в Уфе, во многих местах и в других городах республики начались провалы. Проваливается асфальт, проваливаются всевозможные площади, замощенные плиткой, проваливаются дорожки, аллеи и прочее, прочее. Вот мы видим тротуар в микрорайоне Яркий, знаменитый тротуар в микрорайоне Яркий, который, оказывается, стоит аж 170 миллионов рублей. Я не знаю, как теперь это будут все восстанавливать и за какие деньги, и найдут ли они этого подрядчика, который как бы по гарантии должен это все сделать, но картина, конечно, веселая. А вот полюбуйтесь, улица 50 лет СССР в Уфе. Асфальт тоже провалился и угрожает жизни и здоровью граждан. А Кумертау, площадь около вокзала, картина примерно та же. И Шимбай в парке, посмотрите на эту замечательную брусчатку. Ну, по швам трещат парки, скверы и все то, о чем вот эта команда Х так громко кричала, и все то, на чем она именно и освоила вот эти бюджетные миллиарды. И как тут странно сейчас в данный момент отмалчивается прокуратура и прочие правоохранители, хотя вот здесь нужно срочно проверять целесообразность и правильность расходования средств, в том числе и в рамках национальных проектов, которые здесь были освоены. Мы много говорим об этом благоустройстве, в соцсети тоже много пишут про все эти провалы и всевозможные вот эти вот безобразия, где плитка винтом и волной. Но, тем не менее, в то же время, в то же самое время, по улице Ленина тихо-тихо и незаметно опять перекладывают плитку из конца в конец и вторым слоем и так далее, и так далее. То есть, кто-то должен, на самом деле, положить конец вот этому всему безобразию, всей этой комарилии. А вот термин «провал», он, пожалуй, всю основательность становится общей характеристикой всего того, что сейчас происходит в республике, и вообще провал становится, в принципе, символом эпохи Хабирова. Субтитры создавал DimaTorzok